здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что подписываетесь на мой канал спасибо что делитесь этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет народный депутат украины евгений шевченко здравствуйте да здравствуйте зрители себя что нашли время рад с вами пообщаться в таком формате мы уже однажды встречались студии но я думаю что даже такой формат по скайпу он не изменит наше отношение к разговору и соответственно мы обсудим те темы которые актуальны сегодня резонансы первое самое важное вот как политику вопрос зеленский сказал о том что значит скоро возможно будет второй саммит рассказал о том что в общем то возможно был приглашены россияне то есть дело идет к поиску вариации к мирному процессу или переговорному процессу хотя очень много скептиков и говорит о том что если речь зайдет о территориальных сложностях в этом конфликте в этой войне то это все будет дано на откуп народу то есть он говорит что будем проводить референдум есть 73 статья конституции которая позволяет это делать насколько я понимаю конституция запрещает делать военное время так расставьте все точки над и что за риторика зеленского и как это вообще будет выглядеть чего начинается конституции или саммита мира как считаете нужным потому что важно все что вы скажете и интересно все как вы это видеть давайте начнем все-таки саммита мира я его называю не саммита конференция либо форум потому что по классике было нарушена сама форма на саммите всегда участвуют только лидеры стран принимающие решение они министры заместители министров представители и так далее там подобно организации всякие общественные это это не саммит что касается в принципе его проведения я сомневаюсь витали что он вообще пройдет потому что на ноябрь по моему они планируют его связи с тем что у нас ведущие выборы соединенных штатах президента 5 ноября на день голосования плюс понимать я же за этим процессом наблюдаю давно и есть определенные субъективные и интуитивные сложились такие мнения собственно о том что происходило я думаю что неправильно было изначально вычеркивать сторону присутствия агрессора на том саммите и это сыграет свою роль в обратной реакции то есть россия она принципе не даже не скрывает этого и я почему-то думаю что они не приедут этот саммит более того этот саммит будет дублирован и китай с бразилии работают над таким над организацией такого саммита но и информация была в сми европейских об этом и наши многие и даже спецслужбы заявляли что видели некоторое движение китая по дипломатической линии для его организации то есть будет создан скорее всего такой некий знаете параллельный саммит будет конкуренция мирных саммитов и мирных планов где ключевую роль конечно будет отыгрывать китай поэтому именно дмитрий кулева и летал китай выяснить ситуацию прояснить переубедить как-то это все объединить в один там саммит форум конференцию на это уже уже сути не меняет ночью тонн то на что мы надеялись на то что было спланировано на то большинство мировое которое якобы должно было путина там поставить в угол и убедить действовать только таким вот образом на таких условиях привел к тому что путин просто-напросто завысил ставки до беспредела сразу хочу сказать что я как политика не воспринимаю его требования по началу переговора ну вот это выведение войск в свой стран запорожки херсонской области и так далее там херсон отдать ему запорожье это все игра не стоит даже тратить на это внимание когда реально придет время переговоров про это вообще забудут поверьте мне и скорее всего вот основой будущих мирных переговоров которые неизбежны вопрос только времени когда они будут будет положено концепция которая нарабатывалась вот в начале 22 года когда после полномасштабного отражения я лично организовывал переговоры беларуси были наработаны концепции которые потом перешли в стамбул участок называют стамбульскими договоренностями нереализованными ну по причине того якобы что в лес премьер-министр тогда великобритании джонсон и пообещал что будет поддержка и мы с помощью всего запада победим россию на поле боя ничего не стратегическое поражение тогда бы озвучали обещание байден о том что будем давать и помогать украине столько сколько нужно ну на практике казалось совершенно все наоборот слава богу что украинцы начали это понимать то те цели и сколько нужно в умах наших граждан и у наших западных партнеров немножко по-разному воспринимается и читается вот что касается второй части вопроса вашей референдуме как о средстве или о легитимизации такого решения то есть речь идет о чем президент не хочет брать на себя ответственность какую-то потом политическую и хочет скажем так чтобы получите литимизацию в глазах украинца чтобы укрыться на референдуме сказали ему да или нет можно или можно я просто хочу дополню абсолютно совершенно верно сказали про 73 статью конституции о том что в военное время референдуме не проводится ну он наверное скорее всего имел ввиду что если вот пройдут переговоры как процедура как процесс для того чтобы решить этот вопрос уже там из военного положения когда дадут возможность в реальность это сделать то есть не будет боевых действий реальных не просто там отмена военного положения с точки зрения юридической не то что чтобы реально не было войны но вместо боевых действий то проведи провести этот референдум но если мы заглянем в 13 раздел конституции 157 статью то мы там видим что не допускаются изменения в конституцию которые направлены на том числе на там право в свободу потерю суверенитета независимости это касается вступления статьи европейский союз там тоже запрет на вступление вес записан просто его не все понимают разъяснять нужно просто людям то запрещены внести изменения направлены на нарушение территориальной целостности украины что такое территориальная целостность вот тут как раз вопрос потому что у каждого может разное трактование если допустим мы берем норму которая говорит что только на референдуме народ определяет изменение территории украины то это может означать что либо уменьшение территории либо увеличение то есть если мы совокупности смотрим две эти статьи то как бы получается что в уменьшение нельзя а увеличение как бы без проблем да как бы можно а может быть здесь я речь идет о том что нарушение целостности означает не разделение территории они уменьшение ну то есть есть цельная украина а может быть там какой-то еще отдельный кусочек украины может это имеется ввиду поэтому здесь нужно четко опять-таки трактование решение конституционного суда украины мы прекрасно понимаем прекрасно понимаем что он бездейственный не хватает полномочий ему законе написано четко что такие вопросы по толкованию конституции решается только на пленарном заседании а пленарное заседание это полный состав то есть 18 судей должно быть каковых сейчас у нас нет кому там у нас 15 или 16 то есть двоих или троих не хватает я уже точно не помню не слежу там каждый день что меняется кто-то уходит в отставку уже по возрасту кота по полномочия закончились девятилетние надо просто посмотреть еще раз что у них там происходит вот поэтому вопрос такой неоднозначный если просто прямо так как и юристу посмотреть на всю конечно конечно же отдавать территории конституционно запрещает грубо говоря если там кто-то захочет заняться юридической казуистика и там исказить когда нет это же не то имеется ввиду там это это отделение двух частей три целостность что такое целостность ну это дефиниция какая-то должны расклумачить это уменьшение это увеличение это деление с этой точки зрения понимать это ловика я думаю что если уже вообще так юридически мы хотим досконально все провести то у нас не получится у нас сожалению конституции вроде бы как и хорошая но если мы посмотрим всю историю нашей современной конституции которая была принята в 1996 году подписанной леонидом кучмы потом она перетерпела изменения внесли в нее очень много разных изменений первая конституция напомню была с парламентской формы управления она записывалась так потом когда уже в залу начали носить искали компромиссы кучма для то чтобы пропустить решил взять себе полномочия настройку придумали президентскую эту оттого и у нас непонятки в полномочиях президента связанных с тем что там остался стан войны так называемый то есть положение войны не военное положение а положение войны о чем многие не юристы начинают спорить дискуссии вводить вводить вот эту смуту казуистику юридическую а если мы посмотрим положение полномочия верховной рады в разделе фонара мы там не найдем этого там только найдем военное положение и закон у нас и все остальные законы подвязаны именно военное положение а не на положение войны то есть наоборот да есть там разница юридическая но с точки зрения права применения и практики это не стоит осматривать она того не стоит абсолютно поэтому я не знаю что он сказать здесь как она будет могу сделать свой прогноз у он наверно кому-то не понравится вы да слышали на мою концепцию мою диалогема связано с тем что у нас условно в обществе формируя сформировалась партия войны и партия мира и уже партия капитулятор слышал то в этом не слышали возможно какая-то часть моих зрителей поэтому было бы интересно да ну для того чтобы просто понять еще раз это не институциализация партии и политических которые привыкли все думать это условно это мнение людей которые в обществе разделилась сразу хочу сказать что в отличие от украины в россии я не наблюдаю партии мира и это самый главный вопрос это вопрос вот примирение и нахождение консенсуса то есть либо путину придется уже подходя к мирным переговорам формировать ее потому что боюсь что ему даже не дадут то партия войны она у них там тоже делится на радикальных там шовинистов великороссийских ненавидящихся украинская там средних и так далее но партии мира я там точно не наблюдаю в украине несмотря ни на что на то что узурпирована и там авторизирована всем медиа и сми и вы знаете там оппозиционных политиков не пускают никуда на экран меня там ни на телевизор вы не видите не канале рада не на этом моноэфире только благодаря таким вот журналистом как вы как александр шелестом василий опасного вадим юрьевич карасев это могу где-то высказать свое мнение там на свою аудиторию но этого недостаточно это этого мало но тем не менее для вашей аудитории хочу пояснить партия войны тут нужно понимать кто субъекты которые ведут эту партию войны основное основные это порошенко зеленский это та та риторика которая подогрела общество до границ 91 года до чашки кофе на набережной ялты никаких перемован и так далее хотя я рискую жизнь в самом начале войны вместе с буданом организовал переговоры белоруссии и они дали возможность нам и шанс не просто положить этому сохранить сотни тысяч жизни но даже сейчас через практически три года же проект придет скоро я уверен что именно это положение лежит основа будущих переговоров именно это то что мы сделать тогда заложили так основа свою маленькая ремарка то есть вы считаете что это время три чем-то года это потерянное время переговорном процессе да абсолютно я в этом убежден потому что я же не просто так делал тогда шаги и рискуя там вопреки всему популизму вопреки мнению которое было 90 процентов в парламенте там читала что я чуть ли не там виновник то что в белоруссии война началась просто меня не хотели слышать ну такое ладно я уже не буду за это все говорить это же другая тема и говорим про партию войны партию войны входят многие раскрученные за время войны блогеры многие раскрученные за время войны волонтеры которые донатили миллионы и миллионы народных статей денег донатили не своих туда входят многие радикальные субъекты которые там угрожают и парламенту и власти только пойдете на перемовины мы и вас там уничтожим и их там типа россиян и вас там как-то у вас только вы знаете мне это кажется что уже некому там уничтожать на самом деле и это же партия она задает вопрос а а за что тоди хлопцы погиблинули тики столько багато людей загинуло что и мы теперь мы сорками на перемовины то я вам сразу скажу почему как представители партии мира для того чтобы больше нагинули тоже просто для того чтобы больше никто не загинул достатня уже загинула то то партия войны русские это партия которая в своей основе более эмоционально партии мира которая начинает она уже практически сформировалась бумаг людей уже идет тенденции тренд к росту этой партии мира она основана на рациональном мы остановимся на том что мы смотрим фактические данные электоральные изменения европе в америке мы смотрим на реальные вещи на то что происходит на фронте и ищем ищем формулу не план а формулу компромисс мир не ради мира что просто вот остановить войну чтобы просто не убивали а там все условия мы готовы нет мы я лично заявляю о том что партия мира это люди которые хотят найти компромисс и на взаимных уступках договориться о длительном большом мире с россией то есть и россия должна пойти на ступке прежде всего вернуть часть хотя бы территории а мы на политические ступки и здесь говорить о том что вот только нейтральный статус там и россия в конституции внесла ничего не отдаст но таки все споры я читаю комментарии там люди есть есть такие мнения но это больше с партии капитуляции такие звонки идут найти так вот мы сейчас не вернемся так вот я вам хочу сказать что все равно будут уступки и в россии другого выхода нет и не потому что будет мировое большинство на самом деле наша дипломатия совершил огромную ошибку когда поставила на то чтобы договариваться с врагами путина договориться нужно было с друзьями путина договориться с врагами легко попробуйте договориться с его друзьями потому что вы живой пример себя возьмите просто если у вас получится с кем-то такой такой на уровне человеческом бытовом кто больше на вас повлияет тот кто сами прорвался его его друзья ваши враги или ваши друзья ответ очевиден на поверхность до наша дипломатия начал это заниматься и поездка кулеба в китай как бы тому подтверждение но мы же потеряли столько времени а я кстати виталий выждут мы с вами давно знакомы я об этом говорил сюда полномасштабного вторжения давно говорил китай турция беларусь казахстан там даже тот иран вот ключ к нашему миру вот кто может на индия вот вот кого будет слушать во время владимир путин вот их он точно послушать а всех остальных если санкции эти не бесполезны они переключились на своих друзей ведь им друзья эти помогают в чем в чем чудо чудо военной техники россии в том что они просто переориентировали экономику и страны с миллиардными населениями стали их торговыми партнерами экономическими и они благодаря этому развиваются и санкции на них особо не подействует и верить дальше то что нет еще чуть-чуть подождите санкции по 10 ну я не хочу потому что каждое ожидание когда там в россии внутри развалится у нас гибнут наши люди понимать поэтому кто возглавляет партию мира я не знаю точно ее сформулировал и притом я еще такую идею подал как формализировать на днепрянскую делогему которая образовалась за многие столетия центральной украине в основном на днепрянске это это не оригинальный проект мысли там только те люди которые проживали на днепрянская делогема может быть воспринята человеком который этот донецкий во львове просто есть одно отличие на днепрянцы это те те украинцы которые свободно спокойно относятся к русскому языку украинскому свободно ими владеют потому что если я возьму допустим политиков как пример со львова не буду горить фамилий когда они начнут на русском языке грите смеяться ночью потому что такой язык знаете лучше грите по-украински и то же самое можно сказать про донецких политиков которые донецка которые начинают там куринский говорит ну это тоже и только вот но но самое интересное что одна днепрянской делогем она самая обширная самая большая к сожалению перетягивая канаты туда-сюда когда у нас была партия региона управила и сейчас львовские, алычанская идеологема. Центр этот двигался в одну и в другую сторону, забывая о том, что это и есть на самом деле самая лучшая идеология, толерантная, которая может спокойно сосуществовать, разделяя посередине и Донецк и Львов. По-другому никак. Либо мы развалимся на несколько частей. То есть я говорю о том, что доминировать в политике, особенно гуманитарной политике в Украине, должна надднепрянская идеологема, о которой, кстати, описывал очень сильно Тарас Ильичин. Мне, кстати, именно прочтение Кобзаря натолкнуло на эти все мысли, потому что историки очень много раз переписывают историю Украины, ее взаимодействие и в составе Российской империи, и в Советском Союзе, и Галичина в составе Австро-Венгрии, и Речи Посполитой, и Польской Республики, уже после Первой мировой войны. Но чем ценен Тарас Живой Шевченко? Мало кто из политиков вообще, наверное, понимает. Мало вообще кто его читал полностью. Он написал эмоциональную историю Украины. И она не лживая. Она противоречивая. Она многим не нравится. Она антисемитская. Как бы кто-то там ни говорил, но она правдивая. А правда, она всегда побеждает. Теперь мы перейдем к третьей партии, которая самый узкий сегмент. Она в основном, эта партия сформировалась, она здесь и в Украине в головах многих, она в основном сформировалась за рубежом. У людей, которые выехали из Украины. И возглавляет ее эту партию Алексей Рисович. Вот партия капитуляции, это яркие лидеры. Он может сам этого не понимать, не знает, но он сформировал своим нарративами, разговорами. Сначала одно, потом другое. Вот выезд за границу. Вот у нас есть... Как они смогут институциализироваться, эти партии? Ну, я имею в виду, перейти в юридическую плоскость, партии, выйти лидеров, там программы писать. Это вопрос, как бы, времени. Но нас-то ждает. Кстати, вот мой наставник политологический Вадим Юрьевич Карасев, он со мной спорит, считает, что на самом деле будет две партии евроатлантистов. Ну, это как бы та же партия войны, ну, то есть Порошенко-Зеленский, Белецкий, кто там, Стягни-Бог, ну, то есть, вот эта вся часть праворадикальная, и будет там самостийники. Он видит, он даже, ты же самостийники, да, ну, то есть, на днепрянское диалогема, это про самостийность. Это про равноудаленность от всех, но хорошие отношения с соседями выстроены, в первую очередь. Ибо без хороших отношений с соседями государство развиваться не будет. Постоянно находиться в войне, в стагнации, вы меня извините, это путь не туда. Это не на днепрянское диалогема. Мы должны развиваться. Мы и так много упустили. Нам Бог дал независимость, а мы за 30 лет во что ее превратили? Мы что, развивались 30 лет? Я вижу, что мы обратно старое все разрушили. Притом еще и создали кучу себе проблем внутренних и внешних и так дальше. Вот поэтому да, наверное, он прав, но люди не поймут, что такое самостийность какие там и евроатлантисты. Дело в том, что можно сколько угодно зазывать за будущее коммунизма, как было при Хрущеве и Брежневе, что через 20 лет будем жить при коммунизме. Я всегда, кстати, сравнивал еврооптимистов с большевиками, потому что у них все просто. Ничего делать не нужно, работать не нужно. Мы просто отступим европейский союз и сразу станем цивилизованной нацией, сразу будет как в Европе. Не будет. Надо вспомнить колониальное прошлое Европы за счет таких ресурсов. Они жили и живут многие страны с парами в колонии, за счет чего это все было построено, все вот это богатство, которое мы там видим и с какой-то своей... Я пускал, у нас украинцев есть одна большая проблема. Я как украинец, Севченко, я всегда говорю об этом прямо не стесняюсь. У нас есть хорошая сторона, мы чисто плотная нация, трудолюбивая, воинствующая, умная. У нас есть много и плохих сторон. В первую очередь это зависть, заздрсть украинская. Вот эта заздрсть наша, вот мы заздрим постоянно кому-то там, то полякам, то еще кому. Мы на самом деле нужно поставить внутрь на себя и начать работать. Все мы можем сделать сами на самом деле, а не напираться то на Россию, то на Америку, то еще на кого-то смотреть. Вот это и есть как на репресская диалогема. Согласен с вами в большинстве у вас процессов высказывания. Дело в том, что многие же продвигают эти идеи преследуя свои сугубо политические цели. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть как бы добиться успеха в выборах, занять соответствующие места, формировать правительство, поназначать в разные ветви власти своих людей. То есть вот каждый президент в Украине, который приходил, он первым делом сначала говорил, что все будет демократично, а затем только занимался, что усиливал свои полномочия для того, чтобы решать свои вопросы. Были даже несколько президентов абсолютных решал. Не буду называть, они недалеко от нас сейчас. Это очевидно. Но я хотел бы все-таки спросить вас вот о чем. Если Зеленский изменил свою риторику и сейчас говорит о возможности мирных переговоров, хотя это тоже отдельный вопрос, я по нему тоже пройдусь, но как украинское общество воспримет, если значительная часть, очень радикально настроена против этих действий. Я не говорю про гражданскую войну, но какие-то внутренние конфликты. Ведь что-то нужно сделать, чтобы избежать следствия этих процессов, которые выльются прямо в такое общество, которое так в серьезном напряжении. Понимаете? Дело в том, что Владимир Александрович сам себя загнал в этот угол неповоротности и сам сузил себе все лифты, все возможности, которые были. Он сам себя загнал в такое положение и стал заложником сам своих нарративов, которые были у него до этого. Причем он уже говорит, формулирует, мы слышим эти заявления в интервью иностранным СМИ, я не помню, кому там давал последнего, о котором сейчас все гудят про этот референдум. Я уже даже не помню, Билд или кто там. По-моему, французское издание Лемонт. Или Лемонт, может быть. Может быть. Но не суть важна. У нас, кстати, в медиа только сейчас цитируются все СМИ. Мы изучили все СМИ топовые западные. Раньше этого не было. Но сейчас... Обратите внимание, даже представители военного кабинета, чтобы повлиять на украинский медиарынок или там информационное поле, дают западным изданиям, а потом их комментируют. А если здесь дадут какое-то интервью, то оно как бы пройдет стороной. Дело в том, что этим скоро оппозиция, она тоже формируется, будет пользоваться. Поэтому это такой ящик Пандоры для власти не очень хороший. Зря они его открыли, потому что потом не перебьешь, знаете. То, что там написано, считается у нас же священным и правильным. Правильно? И сомнению, и операции не подлежит. Поэтому оппозиция очень быстро учится этому. Да. Так вот, по поводу Зеленского и Ретерендума, да. И воспринимает часть общества агрессивной. Так, как общество агрессивное. Ну давайте, вот я бы в дефинице не брал эти осины. Я же четко раздалил. Я воспринимаю сейчас мнение, не настроение, не путать с настроением. Настроение очень переменчивое. И тенденция у партии мира растет, как бы кому это не нравилось, а партия войны уменьшается. Вот как раз партия войны она и не даст Зеленскому ничего сделать. И он будет все равно на нее рефлексовать силу своего характера. Но мы помним, как все начиналось, на каких анаративах он пришел на президентский пост, что он обещал и куда потом повел страну. Ничего в этом плане не изменилось и не изменится. Поэтому я не верю в то, что при каденции Зеленского у нас будет подписан какой-то мирный договор. Я в это не верю. Больше того, я думаю, что будет фактор Трампа. Я не зря, видите, в официальной эфир одел такой специфический галстук. Этому галстуку в Италии 12 лет. Я в нем баллотировался первый раз в парламент в 2012 году еще. И вот все эти годы он у меня лежал как устаревший, я его вообще не носил. Тогда просто была в моде такая. Трамп как-то с той времени сделать этот яркий галстук такой. И я вот подчеркиваю просто специально, что я как бы на стороне Трампа, потому что для того, чтобы партия мира институциализировалась, нам нужен Трамп как политическая крыша. Это стыдно признавать. Многим это может конечно там какая же независимость, но это все идеалисты такие. Реалии практически таковы, как и есть. Партия войны имеет все. Спецслужбы, силовиков и даже агрессивно настроенных граждан, которые не стесняются, потому что 10 лет, грубо говоря, это дело гемо привилирует в Украине. Она 10 лет. А партия мира формирует только сейчас. И она еще слаба. И в умах слаба. А институциализация еще. Поэтому нам нужен Трамп для этого. Это самое главное. Так вот фактор Трампа. Я не верю в то, что Владимир Александрович найдет с ним общий язык и они к чему-то приведут. Я думаю, что Трамп будет вынуждать его покинуть этот пост. Он отправит его в отставку. И после этого он будет формировать на базе уже парламента новую власть и с ними уже будет вести эту всю систему. Дело в том, что нельзя просто так заявлять про референдум с отдачей территории, не объяснив, не поговорив, даже ни разу не был на переговорах. Я вообще, честно говоря, думаю, что Зеленский считает, что нельзя, невозможно вернуть территорию обратно. То есть он прямую буквально воспринимает слова Путина. А я их не воспринимаю. Я уверен и знаю и я в это верю, что Путин вернет нам часть территории. На данных сложных процессах, да, не на тех правах, которые были ранее. Не просто на правах федеративных. Скорее всего, в первичном этапе это будут какие-то конфедеративные взаимоотношения. Через какое-то время федеративные периоды, а потом только на равноправных регионах. Для этого понадобится, для имплементации мирных договоренностей понадобится, может быть, в рамках 10 лет. Это сложные вопросы. Но столько, скажите, крови проли, сколько людей, есть эмоции, есть ненависть с двух сторон. Это как-то нужно все сгладить, забыть. Вы понимаете, я же отдаю себе отчет о чем говорю. Не бывает легких решений в тяжелейших ситуациях. Война, сотни тысяч убитых с двух сторон. В чем мы говорим? Как это все тяжело? Но я не опускаю руки и веду эту партию мира и говорю, ребят, у нас и все получится. Мы отстоим свою государственность, свою независимость и реально станем самостоятельными. Самостоятельными на твердых ногах. Мы все восстановим в этой стране. Нужно просто разумно мыслить, рационально мыслить и пропагандировать рациональную идеологему на Днепрянчине среди всех украинцев. Все, все, все можно сделать. И территория к нам вернуться обязательно. А Зелинский даже в это не верил. Кто бы меня посмотрел, послушал, сказал бы, слушайте, ну, мы, наверное, придется нам, скорее всего, согласиться с Крымом. Но мы зато получим четыре области назад. Но мы получим гарантии безопасности и мы будем дальше развиваться. Но это же нужно сказать, понимаете, разъяснить народу. Народ хочет четкий понимание. А как он может это сказать, если он на переворах не был даже? Он услышал, что Путин заявил, поднял ставку. Он же, подождите, у нас же завышение ставок было с двух сторон. Это же процесс был обоюдный. Как вы не понимаете, что противоречия и обоюдные, они всегда поднимаются и завышаются вверх и вверх и вверх. А народ тоже рефлексирует на это. И вот эти заявления, что Российская империя или как там Россия внесла в Конституцию, все, никогда она уже не даст, а даст. Я вам больше приоткрою сейчас дверь. Я хочу объяснить, чтобы вы меня, Виталий, поняли. Зрители вряд ли все поймут. Умные поймут, конечно. Дело в том, что России выгодно нам вернуть территорию. Потому что те люди, которые там проживают и многие, которые вернутся, когда наступит там мир со всех сторон. Не все, конечно, понятно, но многие вернутся. Они получили прививку на многие-многие поколения от того, чтобы голосовать за условную партию войны, вестись на Европейский Союз, НАТО, еще что-то, какие-то золотые обещания, которые не свершились. Все хотели в НАТО, чтобы ничего в армии не содержать, не платить налоги на нее. Это же проще под зонтик НАТО прыгнуть и все, и живи себе, правильно торгуй. Это же проще в эти Европейские Союзы и законы за тебя будут писать, диктовать тебе французы, немцы. Это же проще. Это большевизм. И этот большевизм закончился тем, чем у большевиков. Я имею в виду в плохом смысле большевиков. Я сейчас не хочу в Советский Союз там весь, я говорю, что это было плохо, совок нет. Я сам дитя этой страны, и вырос, и в армии служил еще в советской успехе. Поэтому вы должны понимать, когда я говорю о большевизме, я говорю о плохом, потому что везде есть плохое и хорошее. Мы должны были плохого все осудить, отказаться, хорошее оставить и сохранить для поколения будущего. Но у нас, видите, как горит забор, горит хата, валят все подряд под одним словом. Вот. Так поэтому вот эти люди, которые получили прививку, если они будут имплементированы обратно на территорию Украины гражданами Украины, это самая лучшая гарантия для России, потому что они никогда, ну давайте так, я вам прям, это будут пророссийские настроенные граждане, не с точки зрения, чтобы Россия стала Украиной, с точки зрения взаимоотношений и нормализации с Россией, это будет самая лучшая гарантия безопасности страны Украины для России. И они это прекрасно понимают. Да, это они хотят понимать, люди с галичанской идеологемой, понимают, что они будут в меньшинстве, что это же электоральное поле, которое Россия у нас украла. Если бы у нас Россия не сняла Крым, Донбасс, Луганск, никогда бы Порошенко и все остальные вот эти вот, кто диктует нам и делаем им галичанскую, ее бы не было никогда в Украине. Это самая большая трагедия, которую сделал Кремль. Они сейчас, как бы, они потом поняли это, поэтому, ну знаете, в чем еще была проблема? Когда были Минские соглашения, то господин Медведчук не очень корректно докладывал Кремль, наверное, я так думаю, о ситуации, которая просто происходит в Украине. Он почему-то думал, и они думали, что мы так яро хотим Донбасс назад и готовы на все, и торговали. Знаете, как политики торгуются? А на самом деле власть, которая была тогда, тот режим, скажем так, не власть, режим, идеологический режим, не просто был не готов, он не хотел принимать эти влеты, понимая, что тогда они проиграют в электоральном споре. Большинство, всегда же вон ее востоке, Крым. Теперь понимаете, почему я говорю, что они нам отдадут? Если мы будем просить Запорожск и Хрисонскую область, знаете, что они скажут нам? Мне скажут нам, не-не, Донецк, Луган тоже забирайте тогда. Потому что Запорожская и Хрисонская была полностью, она не решала вопрос. И тогда они понимают, что все, и с условиями, что права их будут защищены, этих людей, чтобы будет амнистия, и будет право голоса выбирать президента и парламент. Догадайтесь структуру состава парламента, кто будет президентом Украине вот в таком, в таких возвращенных территориях. Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кому выгодно возвращать территории назад? Захотят ли, господа, Галычанское дело гейма возвращать назад территории? Понимаю, что их власть закончится, но у нас же все равно будет демократия, все равно будет править большинство. Они большинство потеряют. Вот трагедия ситуации. Да, это правда. Трагедия действительно колоссальная. Но вернемся к переговорному процессу с заявлением Зелецкого. Скажите, а вот он говорит о том, что, значит, русские должны, или россияне должны принять участие. Почему так смело? Откуда такая уверенность? Тем более, уже реакция россиян была, что они как бы не хотят и дают свое нет по поводу встречи. Более того, мы видим сводки с фронта ситуация, ну, в общем-то, складывается. Время работает не на Украину, по крайней мере, объективно. Какой резон им до Нового года в это все входить? Виталий, я вас прошу, пожалуйста, увольте меня от поиска нерациональных заявлений. Ну, это абсолютно эмоционально. Ну, я не могу комментировать эмоциональные заявления. То есть это перегрет Зеленского, когда он говорит такое, да? Это просто для того, чтобы публики что-то, ну, держать публику. Публика держит, у нас же, как, у нас привыкли, публика держится напряжение. У нас будет план. Все, все ждем плана. Приходит время, плана нету. Так, ну, тут не получилось, мы же до саммита, ну, давайте, вот, контраступление ждали, потом саммит мира старались, теперь мы второй сами ждем. У нас будет постоянно что-то ждать, а жизнь проходит. Жизнь то проходит. Пять лет уже прошли. Если мы посмотрим на реальные реформы, которые принесли мы там в слуги народа, а что мы сделали реально? Имплементировали европейские законы, которые нам диктовали с Европейского Союза, а мы же все равно в Европейский Союз не вступим. Мы же понимаем, не потому, что мы не хотим с вами в Италии, а потому, что нас не берут туда. Мы же в НАТО не вступим, не потому, что Шевченко не хочет в НАТО, а потому, что нас туда не возьмут. По объективному, на то причинам. Ну, не будем, да, углубляться, подать почему. Ну, давай, вот, все прекрасно понимают. Это очевидно, да. Евгений, скажите, но вы же сейчас не состоите в слуги народа партии, правильно? Вы сейчас, 4 года уже, как я ушел оттуда. Вернее, как я ушел. Меня ушли, но подписи для моего исключения я собирал лично во фракции, ходил месяц. Я почему об этом спрашиваю? Что происходит с самой вот в этом ядре моно большинства? Они поступают, там вообще есть трезвые, рациональные люди, которые, как бы, имеют критическое мышление или это масса, которая в основе своей управляется офисом президента? Ну, откровенно, это очень интересно мне как журналисту и нашим зрителям. Да, я думаю, что не просто адекватные люди. Есть люди, которые вообще сложили мандат, просто ушли и понимают, что их не слышат, не хотят прислушиваться. Я, кстати, почему ушел в свои народы? Потому что я понял, что мы, как фракция, как партия, кстати, никогда быть членом партии не путать, мы кинули своих избирателей, мы пошли другим курсом. Я не хотел быть предателем своих избирателей и наложи это и продолжать там находиться. Я очень счастлив, что меня там нет. Я сейчас хорошая, нормальная группа еднования Украины, где практически все единомышленники, кроме одного, у нас там есть, там у нас один кадр интересный, не буду внимания. А все остальные мы строим планы на будущее, формируем партию мира. И вокруг меня объединяются депутаты. У нас 17 человек, ну 16, без этого 16. Поверьте, это немало. Которые смотрят все в одну сторону. Мы защищаем права религиозные, имеются, противозаконные. Мы сейчас об этом поговорим. Это очень, кстати, тема очень важная. Но все же, чтобы закрыть вопрос относительно заявления Зеленского, тоже один фактор, который я хотел бы, чтобы вы откомментировали. Если, конечно, имеете желание. Речь идет о том, что сейчас уже Путин говорил и тему нелегитимности Зеленского постоянно активно обсуждает. Более того, после августа, так понимаю, и Верховная Рада как бы закончить свою каденцию. Как это повлияет на отношения в переговорном процессе, если он будет, в том числе и наших так называемых западных партнеров. Но я уже не говорю о россиянах, если они найдут возможность участвовать. от красной линии проходит дискуссия вообще в СМИ, у блогеров многих. это окончание каденции парламента Верховного Рада. Действительно, 29 августа заканчивается пятилетний срок со дня присяги народных депутатов в зале парламента вызначенные определенной конституции пятилетний срок. Но конституция правильной не сами депутаты, как кто-то там рассказывал, а именно конституция продлевает эти полномочия и вы должны знать, что полномочия депутатов напрямую связаны с полномочием самой Верховной Рады. Там тоже есть норма, отсылка, которая это разъясняет в самой конституции. Но я сейчас не про это. Я не про депутатов. Я в целом за парламент говорю. В случае военного положения. Некоторые общественные деятели занялись юридической казуистикой, начали нести всякую ересь, основываясь на том, что якобы военное положение, которое мы продлеваем, оно продлевает и наши полномочия. Ну, связку в этом сделали. Я хочу вам четко заявить, как и юрист, специалист в конституционном праве. Введение военное положение парламентом это юридическая констатация факта, который есть, войны. У нас есть фактор войны, реальный. Те, кто не живут в Украине и на их голову не падают бомбы и ракеты, могут рассуждать как угодно об этом, выдумывая всякую казуистику, выкручивая и ставя под сомнение легитимность главного государственного органа страны, парламент, должны понимать, что если нет парламента, если кто-то говорит, что его нет, значит нет государства Украины. Если человек это заявляет, значит он против работы от Украины. Это уже шестая часть 111. Я сразу намекаю, чтобы вы понимали от тех, кто вот такие вкидывает вбросы. Это юридическая констатация. Даже если военное положение не продлить, война от этого не закончится. Никак. Поэтому не нужно путать. Конституция, еще раз говорю, не священная корова, которая как волшебная палочка определяет. Она просто военное положение устанавливает определенный правовой режим ограничений, прав, свобод, включаются другие законные акты и так далее. Более того, если это экологика идти, как там один у нас небезызвестный блогер начал раскручивать и кричать, что все депутаты пидорасы, потому что они хотят себе узюльпировать власть с продлением полномочий, он хотел нести хаос в страну, потому что 600 законов, которые были приняты, практически каждый 9-10 был принят с поправкой, что он действует во время военного положения. Ну, там, с некоторыми строчками где-то два месяца, месяц после отмены. Именно для чего это сделать? Для того, что когда война закончится, военное положение отменится, чтобы все эти законы временные, которые специальный режим правовой вводили, чтобы они автоматически отпали, чтобы в один день прекрасно это все слетело. Это все диктуется в противоположную сторону, что это все против народа, что это мы узурпаторы, что мы там негодяи, это сугубо работа на врага. Я хочу просто предупредить, я не просто как политиков, я же чувствую, сразу понимаю, откуда ветер дует и кто этим занимается. Поэтому, если у кого-то есть сомнения по легитимности Зеленского, я объясню вам. Есть такое понятие, как презумпция законности или действительности договора и так далее, и законности законодательных актов, пока не будет обратно доказано в суде, в определенном суде. Здесь идет речь и о правовых документах, о договорах и о законах, а законы у нас отломачат кто? Конституционный суд, то для того, чтобы не было правового хаоса, еще древние греки придумали все эти презумпции. Невиноватости, презумпции отцовства, их много там, это не только эти. И действует эта презумпция, она может кому-то не нравится, но вы должны понять, что любой хаос правовой хуже самого плохого правового порядка. Гораздо хуже. И мы находились в таких хаосах не раз. Напомню, что Майдан, с точки зрения юридической, он не революция, это был правовой хаос, беспредел и отсутствие верховенства права. Хотим такого? Поэтому вкидываем ботов, нагоняем и начинаем говорить, что продление полномочий это узурпация власти. Это полная чушь. Абсолютная полная чушь. Поэтому, смотрите, никакой сомнений о легальности, еще раз, о нелегитимности. Легитимность, она определяется один раз. После выборов, когда внутреннее общество или внешнее общество, суспильство, политическое, дает оценку, легально ли, легитимно ли, правильно ли с точки зрения демократии была избрана та или иная власть. А дальше включается в игру просто работа легизма, закона. Легизм это законность, буква законна. Соблюдается ли буква законна, либо не соблюдается. Понятно, что иногда бывают такие ситуации. Мы должны понять, что Конституция наша имеет пробелы и дырки. И то, что получилось полномочия Зеленского, это пробел из-за того, что когда-то писали Конституцию под парламентскую форму управления, чистую, а потом Кучма ее деформировал и забыли просто там дописать. Знаете, как месть правонакипуса оставили ему эту дефиницию. Оттуда, кстати, в полномочиях президента оставили вот этот стан вины, который больше нигде не прописан, ни в одном законодательном акте его не найдете. Но там есть оговорка. Не хочу входить в лексику читания Конституционного права Украины, но я понимаю, откуда все эти проблемы. А многие цепляются за них и начинают перекручивать, вводя деструктив и правовой хаос. Вот это недопустимо. Я вас понимаю, но я задал вопрос в контексте переговорного процесса. Почему? Я же поставил ударение, что, например, тот, с кем Украина планирует вести переговоры, как я понимаю, со слов Зеленского, даже через посредников, он как раз педалирует темой нелегитимности Зеленского. Вот в смысле. То есть я просто констатирую факты, которые есть, и могут ли они помешать или стать каменем преткновения в каких-то процессах, которые можно назвать переговорами. Личная неприязнь привела к тому, что Зеленский же подписал указ о том, что с Путиным переговоров нельзя вести. А мы с вами до этого за полчаса еще в вашем эфире говорили, что это всегда процесс двусторонний. Завышение ставок, завышение неприязни один к одному, оно потом привело. В итоге Путин нашел свою там логику и выдал, что вот с ним ничего подписать не будем. То есть он будет, я так понимаю, требовать американцев, а он надеется на Трампа, кто бы что ни говорил. Вот эти рассказы, что им Байден выгодно, это все ловки КГБ-шные или ФСБ-шные. Они нас ждут Трампа, понимая, что Трамп будет себя позиционер как миротворец и все, кто будет ему сопротивляться, обманывать его или выкручиваться, будут снесены, потому что инструменты для этого у них будут полные финансовые, военные, влияние на Европейский Союз. Ну вот мы должны понимать, что США это серьезная страна и на Украину она влияет сто процентов. Еще раз говорю, это не соответственно никаким нормам не про принципа нашей независимости, но факт есть факт, это реалии, в которой мы все очутились. Я не говорю, почему так мы очутились, кто виноват в этом, но это факт. И этого факта учитывать мы не можем, поэтому мы так пристально летали, смотрим на выборы в Союз Штатах, потому что напрямую зависят результаты выборов на нашу жизнь здесь и на то, как долго будет еще война, когда она закончится, и на каких условиях, и как вернуться территории, либо вернуться, или нет. Ну то есть, но все от этого зависит, мы привязаны. К сожалению, мы были аморфным обществом все, я, кстати, не снимаю с себя вины тоже за все это. Значит, мало говорил, мало доказывал, мало искал соратников, слишком был где-то резок, где-то где-то наоборот мягок. Я несу полную вину вместе с народом, не вину, а ответственность за все, что происходит здесь. Но я никуда не уехал, я так же несу в сети агаты, незводы, и так же позавчера не спал всю ночь, так же видят шахед, они вот здесь вот у нас все происходило. Все эти битвы, я там телеграм-каналю себе выкладывал даже видео последствий всех этих. Так что, ну вот такая жизнь, ну что, я не должен оглядываться на кого-то и опускать руки. Это самое последнее дело, я точно не опускаю. Я верю в то, что у нас все будет хорошо, мы закончим мирным процессом, мы найдем консенсус, но только при факторе Трампа. Почему я красный галстук ношу, и молю Бога, чтобы он выиграл от выбора. Потому что если бы игрокамала Харрис, в чем принципе я сомневаюсь, ну и смотрите, я сразу свою позицию. Я не буду говорить, что будет Трамп или будет Камала Харрис. Это глупо так заявлять. Я не знаю на самом деле, кто будет президентом США. Я лишь наблюдаю и анализирую. Но я ставлю и даю больше шансов именно Трампу, причем я даю и не после того, как произошли эти дебаты знаменитые с Байдером. Я в этом говорю уже там на протяжении двух половинных лет. Ну вот, если меня смотрят мои коллеги из парламента, они подсветят, они знают, что я не лгу здесь, если я правду говорю. Я на Трампа смотрю давно и поставил на него ставки политические, вернее, надежды на него давно уже, не вчера. Поэтому я говорю, I'm Trumpist. Ну то есть я вот, я Trumpist. Нравится вам, мне нравится, потому что я верю, что с Трампом мы как-то отстоим свою независимость и принесем мир в нашу страну. Хотелось бы в это верить, что мир придет в нашу страну в ближайшее время. У меня еще есть один вопрос, но два пункта. Первый. Я ознакомился с интервью Стефанчука, спикера парламента. Он там протолкнул две мысли, которые меня интересуют. Первое. Он сказал, что один из лучших всех времен и народов премьер-министр Шмыгаль, а это означает, что, в общем-то, он высказывает определенную мысль, которая витает там, возможно, в окружении Зеленского или в окружении самого Стефанчука. Но я знаю, это первая часть моего вопроса, что сейчас очень активно стали говорить о том, что должен решиться какой-то кадровый процесс. То есть чуть ли не Шмыгаля с места уберут и назначат другого человека. Соответственно, будут кадровые такие массированные перестановки. Правда ли это? И потом еще вторую часть по именно процессам религиозным. Потому что Стефанчук в этом интервью сказал, что после паузы, понятное дело, Верховный Совет закончит начатое и, в общем-то, легализует или примет закон о запрете украинско-православной церкви. То, что как раз есть каменем преткновения между республиканцами и украинской властью, насколько я знаю. Если можно, можете начать с любого варианта, но я хотел бы знать ваш ответ и ваше видение. Вот смотрите, я, конечно, в оппозиции, конечно, у меня позиция отличается кардинально от Стефанчука и тем более от Шмыгаля, у которого вообще нет позиции никакой. Никто не знает на самом деле, какая у него политическая позиция. Он всегда вот чего изволите. Но я здесь подтвержду, дам подтверждение. Знаете, он находится четыре года премьер-министром, по-моему, он побил все рекорды за всю историю Украины. Больше его на этой должности никто не находился. Удивительно, но при таких сложностях, война и так далее, Шмыгаля справлялся с самыми тяжелыми, когда я оказался вообще уже, ну, наверное, все там. Даже вот это с электроэнергией, с поставками бензина, с этими зерновыми сделками. В этом плане молодец. Давайте без идеологии там и вот всего. Ну, реально уникальный в этом плане человек. Как ему это удавалось? Причем он такой прозрачный, его никто не видит, не знает там. Если выйти на улицу в Украине и спросить у десяти человек, кто у нас премьер-министр, думаю, что только один из десяти скажет его фамилию. Но не могу не согласиться с Стефанчиком, что он действительно в этом плане уникальный. Надо присмотреться. Знаете, я такой человек объективный, я не то, что там мочу, потому что мочу. Нет. Мы с ним с разной идеологической взглядом смотрим на ситуацию. Я во многом его не поддерживаю и делаю по-другому. Но в критических ситуациях Шмигель действительно выполнял те задачи, которые были поставлены, причем ну вопреки всему. На этом похвалы мои Шмигелем остановятся. Дальше. По поводу Стефанчука. Я к нему с уважением отношусь как к человеку. Он очень добрый, хороший человек. Правда. Вот как человек по-человечески ничего плохого сказать не могу. Но опять включается вот эта диалогия противоречия с Стефанчуком. Мухи тут позалетали, летают. Дведи открыты. Обещаю. Будьте глазки. Пожалуйста, продолжите. Интересно. Стефанчук абсолютный приверженец ПЦУ и абсолютный приверженец запрета УПЦ. Ну вот он такой. Тут, конечно, мы будем бороться и отстаивать между прочим закрепленные всеми конвенциями и даже конвенция защиты прав и свободы человека. Там есть религиозные права. И будущий, я надеюсь, вице-президент США Джонс Вэнс, он же об этом сказал, что то, что мы помогаем Украине деньгами, даем на защиту демократии и свободы, а посмотрите, что они делают. Эту свободу, демократию и особенно религиозные права хотят ликвидировать или там ограничить. Ну то есть это не воспринимается нигде в Северном мире нормально. Ни тоже Британии, ни Европейском Союзе, ни США. Ну партия войны продолжает эту тему педалировать. Голосов на самом деле нет. Голоса пытаются как-то передавить, додавить, на Нарахамию надавить, чтобы он дал команду там слугам. А там свободное голосование. Поэтому, кстати, голосов нет. Потому что свободное голосование. Часть слуг за закон, часть слуг против. Ну естественно, есть группы, которые абсолютно за и против. Тут, кстати, батьевчина подвела. Она всегда была такой нейтральной. А тут вдруг она поделилась, сказала, все, будем голосовать за запрет УПЦ. Вот меня это поразило. Хотя у них там есть абсолютно такие православные депутаты. Я просто лично знаю их. Вот. Ну и недавно прошла информация, что якобы Стефанчук написал заявление генпрократуру на адвоката Амстердама. Знаете, который защищает эту пациенту? Да, это известный адвокат американский. Да, ну насколько мне известно, насколько мне известно, то адвокат подал как раз список с рьяными народными депутатами, которые хотят нарушить реализные права в комиссии по наложению санкций за такие дела и в США и в Британию. И там Стефанчук тоже в этом списке есть. Я думаю, что это просто ответная реакция его. Если это правда, я не знаю, насколько это... Так, а этот список есть, если вы говорите, что вы слышали? Да, да. Там, я знаю, Евгения Кравчук есть, потом какой-то Алексеевич, депутат, может быть, ошибаюсь. Есть такой грозный из Ривенщины Алексей Чук. Он такой, блин, Алексей Чук такой, прямо грозный, такой, он за все ненавидится русский, он такой русский. Для него, я для него вообще там зрадный, коллаборант там такие иншие, хотя я Шевченко, а чего я зрадный? Так что, ну, они не воспринимают на депутатской идеологии. Для них, вы знаете, как у меня говорил один львовянин, говорил депутат, вот то все, кто там на схід від Броди, у всех москалей для нас. Мы кажеми пупы земли, это в Львове, там все заброды, это все москали. То есть, Рина, это же тоже для них москалей, чтобы выразумевать. Это люди несправимые, это бесполезно, это шовинизм, прирожденный, шовинизм, прищепленный, не знаю, на уровне генетики, наверное. С ними нечем говорить даже на эту тему, абсолютно. Он там есть, и в том числе там есть и Гатвилин Стефанчук вот в этом списке. И насколько быстро будет этот список утвержден в смысле наложены санкции, будут ли наложены на сетях, я не знаю. Ну, от людей, которые занимались этим вопросом, я имею в виду депутаты, действующие, в том числе, кстати, Слух народа, оттуда информация и пришла эта. Ну, как-то так. Какая там вся часть вопроса была, я забыл. Ну, я говорил о кадровых перестановках, потому что мы Шмыгаля обстоят. А, кадровые. Сейчас говорят на грани, то есть там совсем все накипело и в ближайшее время... Не будет отставки Шмыгаля никогда. Шмыгаля уйдет с этого поста вместе с Владимиром Зеленским. Более удобного премьер-министра он в жизни не найдет. Более удобного, чем он. Поэтому речь шла о заявлении такого Зеленского совершенно о других. Там очень кушат, много вакантных мест, даже там полкабмина нету, Виконовича обоиск. Я думаю, идет об этом речь, об заполнении именно этой части. Ну, то есть, короче говоря, это все мифы, потому что сейчас информационная аренда на пестрит этими заявлениями, мол, будут какие-то изменения, чтобы слить весь негатив обычных украинцев за страшное состояние экономики и их социальной как бы жизни на определенных лиц. Этого, я так понимаю, не произойдет. Даже если они из Шмыгеля уволят, этого тоже не произойдет, потому что поставленная задача слить негатив не получится на человеке, которого никто не знает. Они просто хотят повторить хитрик сделать, когда Порошенко, помните, хотел слить весь негатив и уволил Яценюка в парламент и поставил за Гройсмана. Но Яценюка знала вся страна. Там было понятно, кто виноват. А как можно на унейм все слить? Ну, кто-то там виноват. не поможет. Поэтому они прекрасно, наверное, поняли это. Это не сработает. Шмыгель уникальный в этом плане. Человек, я говорю, это стекло прозрачное. В него смотришь и ничего не видишь, а все как бы происходит. Уникальная политическая ситуация. У него даже нет и отрицательного рейтинга, понимаете? Он не вызывает, он никакой, он нейтральный, он чистый, как воздух, его просто нет. Но то, что говорят у него нет политических амбиций или может быть есть, но о них он не заявляет и как бы вы как абсолютно лояльный человек Зеленскому, это абсолютно влияет на стабильность ситуации, потому что Зеленский ценит это и, конечно же, для него важно в политический момент не иметь тех людей, которые могут быть конкурентами или дышат в затылок. А я хочу напомнить, что в украинских реалиях нашим зрителям очень много президентов, ну, не много, но некоторые президенты активно стартанули именно с должности премьер-министра. Это, более того, это стало традицией, когда премьер-министр конкурировал с президентом. Это было при всех президентах, при всех премьер-министрах. Все. Самые яркие были конкуренты, это Юлия Владимировна Тимошенко, который был премьер-министром, и Ющенко. Вот они конкурировали. Не конкурировал, по-моему, только Азаров с Януковичем и вот Шумигаль с Зеленским. А все остальные, Гройсман конкурировал даже с Порошенко, хотя бы с ним с одной партией. Я с Юнем тем более конкурировал. Мы все это видели. При Кучме это вообще там каждые полгода меняли, потому что он так с ревностью к каждому премьеру относился. Он менял каждые полгода. При Кучме, кстати, текучка самая большая была премьера. При нем было больше всех премьеров поменено. Да, это правда. Ну, вот такая вот украинская история. Но в любом случае, мне кажется, что сегодня благодаря вам мы, в общем-то, поставили определенные акценты. И это важно. Я думаю, что это будет пища для раздумья нашим зрителям. Евгений, я очень вам благодарен, что вы нашли время, что вы ответили на мои вопросы и поделились своими мыслями. Жму руку и надеюсь, вам благоскому нас в будущем. Спасибо вам большое. А вам спасибо за то, что даете возможность высказаться. Да, и где-нибудь там телеграм-канал выставьте ссылочки, пожалуйста. Пусть люди заходят, читают. Конечно, конечно. Ссылки обязательно, значит, в описании я обязательно предложу и рекомендую канал Евгения Шевченко телеграм-канал, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь на много интересной информации. Спасибо, уважаемые зрители, что смотрели. Это канал Дикий Лайв. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня нашим гостем, гостем канала Дикий Лайв был Евгений Шевченко, народный депутат Украины, политик. Я думаю, что то, о чем мы говорили, это было вам интересно. Слежу за комментариями, проявляйте активность, делитесь этим видео. Через небольшой промежуток времени встретимся. С уважением, Дикий Виталий. Ну и, если это возможно, не теряйте оптимизм в любой ситуации. Спасибо. Спасибо.